В эфире телеканал Бобруйск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. 68 очков и лидирующая позиция. ФК «Белшина» стала лучшей командой первой лиги чемпионата Беларуси по футболу. Поиск обаятельных и привлекательных продолжается. Претенденток на титул «Мисс Беларусь» выбирали в Бобруйске. У коррупции нет будущего. Ведущая программы «Сирена» стала победителем международного конкурса. Не стареть душой. Полный кавалер Ордена Трудовой Славы отметила 80-летний юбилей. Зная наших, Ирина Курочкина представит страну на главном мультиспортивном форуме 2020. Самые быстрые на воде. В Бобруйске проходит открытый чемпионат по плаванию. Мужской взгляд на искусство. В Бобруйске проходит выставка ручной работы в стиле стимпанк. Также в итогах недели. Билет по новой цене. Насколько может повыситься стоимость проезда в общественном транспорте Могилевской области. И самые влиятельные женщины. Кто вошел в список «Форбс» по результатам этого года. 68 очков, первое место и путевка в высшую лигу. В концертном зале Дворца искусств прошло участвование лучшей команды первой лиги чемпионата Беларуси по футболу Белшины Бобруйск. Первые лица города и руководство Беларусской федерации футбола приехали в этот вечер, чтобы поблагодарить игроков и тренерский штаб за победу. Максим Кембель присоединился к поздравлениям. На протяжении трех лет бобруйские любители футбола не видели высшую лигу. В прошлом сезоне Белшине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вернуться в элиту. И вот 2019 год стал переломным в истории футбольного клуба. Новый тренер, опытные игроки и амбициозная молодежь. Все это в совокупности дало результат. 68 очков, 21 победа и 74 забитых мяча. Больше никто не забивал. И как итог наш футбол возвращается. И что самое главное, с первого места. Служицы неплохо. Все-таки выполнили задачу, заняли первое место. Поэтому все рады, довольны. Болельщикам спасибо большое, потому что они очень нам помогали. Болели и дома, и на выезде. Они вообще молодцы, красавцы. Не только чемпионством может гордиться Белшина. Еще один повод для радости связан с Александром Юшиным. Наш полузащитник стал лучшим бомбардиром первой лиги, отгрузив соперникам целых 26 мячей. Как видите, сезон сложился отлично. Для меня он сложился самым наилучшим образом. Я очень рад сейчас на таком, так сказать, эмоциональном подъеме. В любом случае, один бы я ничего не сделал, один в поле не воин. Это заслуга не только моя, это заслуга, прежде всего, и команды, и тренерский штаб, и руководство. Поздравить игроков и тренерский штаб приехал и генеральный секретарь Белорусской Федерации Футбола Юрий Вергейчик. Шустиков, Разумович, Кукар, Хрипач, братья Градобоевы, Хлебосолов. Ребят, какие они кружева прилили, вы даже не можете себе представить. Поэтому я бы с большим удовольствием хочу вам пожелать вернуть вот эти лучшие традиции и, естественно, ту любовь болельщиков. Игроки должны думать только о футболе. О финансовом благополучии позаботилось руководство города и спонсоры команды. Вот и градоначальник поздравил клуб с очередным успехом. Говоря сегодня о нашей команде, можно долго говорить, но самое важное, были и взлеты, были и падения. И сегодня, благодаря усердию нашей команды, благодаря сегодня нашим тренерам, мы сегодня вышли в высшую либу. Уважаемые друзья, это дорогого стоит, и благодаря сегодня, в первую очередь, и вашей поддержке, мы имеем сегодня такие результаты. Но кульминацией праздничного вечера стало вручение золотых медалей и Кубка чемпионов Первой Лиги сезона 2019 года. Покажите Кубок зрителям, покажите, как он выглядит. Теперь футбольный клуб уходит в законный отпуск. В январе команда приступит к тренировкам и начнет готовиться к новому сезону, но уже в высшей лиге, в которой, надеемся, сложится удачно и наши футболисты еще не раз порадуют болельщиков яркой и результативной игрой. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Пример для подражания. Полный кавалер Ордена Трудовой Славы Нина Петренко отметила 80-летний юбилей. Теплые слова и пожелания она получила не только от близких и коллег, но и от руководства города. Нина Тарасовна всегда отличалась активной жизненной позицией и большим трудолюбием. Ко многим объектам в городе она имеет непосредственные отношения, ведь стройки проходили под ее чутким руководством. Цветы, подарки и добрые пожелания. В этот особенный день Нина Петренко принимала поздравления от представителей городской власти. Обойти вниманием столь солидный юбилей настоящей ударнице труда было, конечно, никак нельзя. Все рады вас видеть и, знаете, ваш трудовой путь и ваша работа – это пример для подражания. Спасибо вам за работу, за труд, действительно, вот за такую жизненную позицию. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. Глядя на обаятельную женщину, никогда не скажешь, что ей исполнилось 80. Секрет, видимо, в том, что в душе она ощущает себя молодой. Лидер по жизни Нина Тарасовна всегда была на передовой и сумела сплотить вокруг себя дружную команду людей, с которыми строила жилые дома, школы и детские сады Бобруйска. Старалась именно стоять за своих людей, за свою бригаду. Не давала в обиду ни перед кем. Вокруг меня были всегда трудолюбивые, хорошие люди. И вот с ними можно было пойти куда угодно. Нина Петренко – гордость всей Могилевской области. Она – кавалер Ордена Трудовой Славы Трех Степеней. Прошла путь от штукатуры до бригадира. Была депутатом Верховного Совета СССР, делегатом съезда в КПСС и Всебелорусского Народного Собрания. Больше 30 лет отработала в Бобруйском струйтресте номер 13. В 13-м тресте было много управлений. Ну, сразу я была в 135-м, а потом, как отделочники, 27-е управление отделочников создали, и вот я всё время там отработала. Сразу я работала в бригаде, ну, а потом перешла в другую бригаду. Юбиляр поблагодарила гостей за внимание и поздравления. И в беседе призналась, что если бы вернуть заново прошлые годы, она ничего не стала бы менять в своей жизни. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Какие изменения принесет белорусам Новый год? Уже известно, что с 1 января заработает база многодетных семей, а жителям района станет проще снимать наличку с банковских карт. Об этом и не только. Смотрите в нашем традиционном дайджесте. База данных многодетных семей практически сформирована и заработает в январе. Сейчас уже созданы электронные карточки о более чем 100 тысячах многодетных. В них полная информация о каждом члене семьи. Использовать данные базы будет не только Министерство труда и соцзащиты, а еще и власти на местах. Функционал новой системы со временем будет расширен. Также в Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе пособия для женщин за рождение детей с кратким перерывом в 3-4 года. С 1 января снять деньги можно будет не только в банкомате, но и в кассе магазина. Новым введением будет действовать с сельской местности, а также за пределами населенных пунктов. Предусматривается, что юрлица и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать покупателей не только по банковским картам, но и с использованием QR-кодов и мобильных приложений. Также запланировано, что новшество через два года начнет действовать по всей стране. За один раз можно будет снять наличные в сумме не более 225 рублей. В Беларуси планируют поднять размер базовой величины. Соответствующий проект сейчас рассматривают в Совете министров. От ее величины зависят суммы некоторых пособий, стипендий, налогов и штрафов. Ожидается, что с 1 января базовая составит 27 рублей. Сейчас она 25,5. Тарифы на городские и пригородные перевозки увеличатся в Майглевской области. Так, в троллейбусах и автобусах стоимость проезда вырастет на 5 копеек, его цена составит 60 копеек. Что касается тарифа в пригородном транспорте, то он станет выше на 1 копейку за 1 километр проезда. Предполагается, что увеличение стоимости в общественном транспорте может спровоцировать рост цен в маршрутных такси. На неделе отмечали Международный день борьбы с коррупцией. В Москве к этой дате приурочили торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Вместе против коррупции». Первое место среди многочисленных участников взяла наша коллега Кристина Арианс, она же ведущая криминальной программы «Сирена». И это с учетом того, что за победу боролись представители из 10 стран. Всего же участники предложили 22 тысячи работ. У коррупции нет будущего. Именно такой посыл заложил автоматический ролик наша коллега Кристина Арианс, ведущая программы «Сирена» на телеканале «Бабруськ-360» за полторы минуты раскрыла обратную сторону медали и показала, что остается с матерями, женами и детьми, когда сын, муж и отец за взятку попадают в тюрьму. «Когда перспективного, талантливого сына садят в тюрьму за взятку, вся семья, дети, жена, родители остаются одни на долгие годы». Эта короткометражка до глубины души затронула Генпрокуратуру страны. И в национальном этапе среди более чем 800 работ заняла первое место. Всего же на международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы было заявлено 22 тысячи роликов. Но и здесь постановка сотрудника медиахолдинга «Бабруська Житё» стала лидером. Награждение нашей коллеги на неделе прошло в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Буквально несколько минут я получила награду из рук Генерального прокурора Российской Федерации за лучший ролик антикоррупционной рекламы. Нам есть чем гордеться белорусам Бабрусь. Напомню, за победу боролись участники до 35 лет. Это учащиеся студенты, работники СМИ и учреждений образования. Из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России, ЮАР, Кыргызстана, Бразилии и Таджикистана. Несмотря на географическое положение, каждый из них солидарен. С коррупцией нужно бороться. Но пока же в нашей стране ежегодно фиксируют около 2000 коррупционных преступлений. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Поиск обаятельных и привлекательных продолжается. Претенденток на титул «Мисс Беларусь» выбирали в Бабруське. За право участвовать в конкурсе боролись более 30 девушек. Для попадания в финал быть самой обаятельной и привлекательной недостаточно. Важно не только раскрыть свой потенциал, но и доказать право носить титул самой красивой белорусски. В стране разыскивается самая красивая девушка. Могилев, Брест, Витебс, Гродно, Барановичи. Всего 126 районов будут участвовать в предварительном этапе. Кастинги по всей стране продолжатся до конца года. Претендовать на участие могут девушки не моложе 18 и не старше 24 лет, ростом не ниже 174 сантиметров. Участницы не должны состоять в браке и иметь детей. Лучшие поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь» 2020 в мае. Ну а сейчас настала очередь бобруйских красавиц. Будущие врачи, программисты, юристы и дизайнеры – это не полный список мест, где работают прекрасные девушки Бобруйска. Во Дворце искусств их собрала мечта одна на всех – стать обладательницей короны и титула «Мисс Беларусь» 2020. Более 30 участниц пришли показать себя во всей красе. Жюри оценивало внешний вид, а также разносторонние интересы. Задавали вопросы о том, где учатся или работают претендентки, как проводят досуг, какие книги читали и что даст им победа в главном конкурсе красоты. При таком ажиотаже отборочной комиссии приходится внимательно осматривать каждую из претенденток, поэтому от них требуют максимальную собранность и лаконичность. Выслушают обязательно каждую. Среди претенденток опытные модели и те, для которых этот кастинг первый. Самые юные участницы – вчерашние школьницы. Туфли на высоких каблуках, минимум макияжа и за полчаса до начала единственная репетиция дефиле. «Мисс Беларусь» – это национальный конкурс красоты, а не школа моделинга, поэтому и требования здесь помягче. «В качестве жюри я уже выступаю второй год подряд, ну то есть, наверное, я так понимаю, второй сезон. Первый год было участие гораздо меньше, сейчас есть чего выбрать. На самом деле есть девочки достаточно перспективные, у которых, в принципе, есть хороший шанс на прорыв в городе Минске». Покорять большие подиумы 19-летней Диане пока не приходилось, но маленький модельный опыт у нее все-таки есть. Была первой красавицей в школьных конкурсах, а затем и в колледже. Заявку на отборочный тур подала больше ради интереса, но аппетит ведь приходит во время еды. Почему бы не победить? «Нашему культорганизатору приходят различные вот упоминания о мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе. Она мне предложила, Диана, ты высокая? Иди. Почему нет? Я сказала, ну почему нет? Хорошо. Я рассчитываю на то, что жюри по достоинству оценят мои таланты, то, что они заметят мой потенциал и, ну, я надеюсь пройти дальше». Красивые и умные девушки для Беларуси не редкость. Но на конкурсе нужно уметь себя преподнести, добавить уверенности и приправить выступления харизмой. Этот рецепт поможет попасть в следующий этап национального двора. Главное – показать свое истинное лицо. «Надо запомниться жюри так, чтобы они могли вспомнить тебя из 100 девочек. Поэтому надо, конечно, пару пожеланий им дать в этом плане». Следующий этап – областной. Вышли три девушки. К слову, наши землячки еще ни разу за всю историю конкурса не побеждали в нем. Но мы не теряем надежды. Возможно, именно в 2020 году «Бобруйская красавица» запишет свое имя в список самых-самых. «Мисс Беларусь Бобруйский!» Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. «Эта неделя как никогда была богата на спортивные события. Из череды стартов выделяется открытое первенство «Бобруйска» по плаванию. На нем участники представили практически все регионы Беларуси. Соревнование принимал водный комплекс «Лесной». На протяжении двух дней пловцы определяли сильнейших в четырех видах программы. Осипович и Шлобин, Кричев, Могилев, Бобруйск и более 500 юных спортсменов. Вроде бы ничего неприметного, за исключением одного важного факта. Наравне с обычными детьми соревновались ребята с особенностями развития. Хоть истязания и детские, но конкуренция тут не ниже, чем на взрослых стартах. И присутствие на первенстве многократного олимпийского чемпиона нашего земляка Игоря Бокова – пример ребятам, что все возможно, нужно только усердно работать. «Мне очень приятно участвовать в развитии плавания в Бобруйске. С годами людей становится все больше, желающих. Я рад поспособствовать этому, кому-то помочь чем-то. Надо быть терпеливым, верить в себя, никогда не опускать руки и продолжать стремиться к своей мечте». Развитию паралимпийского движения в Бобруйске, как и во всей стране, уделяется огромное внимание. Несколько десятков ребят уже всем доказали – они могут все и даже больше. В продолжении спортивные темы уходящий год для бобруйской спортсменки Ирины Корочкиной стал одним из самых успешных в ее карьере. Она стала чемпионкой вторых европейских игр по женской вольной борьбе и бронзовым призером чемпионата мира, что позволило ей получить лицензию на участие в Олимпийских играх 2020. О достижениях спортсменки расскажет Людмила Любимцева. Нынешний соревновательный сезон был для мастера спорта международного класса по женской вольной борьбе Ирины Корочкиной крайне насыщенным. Она прошла много серьезных сборов, на которых усиленно тренировалась, результатом чего стали яркие победы и грандиозные достижения на спортивном олимпе, золото на европейских играх, бронза на чемпионате мира и завоевание лицензии на Олимпиаду 2020 в Токио. Конечно, я знала, куда я еду, зачем я еду и старалась выложиться по максимуму, по минимуму, по максимуму, ну, сделать полностью то, что от меня зависит. Ну, конечно, выиграть не получилось, ну, то есть, и, ну, я рада, что у меня есть лицензия. За это я и благодарна и своему тренеру, и людям, которые мне помогают на протяжении этого всего. Ну, то есть, одна я бы не справилась. Сегодня у девушки после больших физических нагрузок восстановительный период. Она занимается лечебной физкультурой. Большое значение придаётся расслаблению всего организма. В ход идут упражнения на велотренажёре и фитнес-йога. Спортсмены во время соревновательного периода очень устают. Идёт напряжение мышечное, молочная кислота откладывается в мышцах спортсменов. Значит, нам нужно упражнение на расслабление, значит, и на выведение молочной кислоты из мышц. Есть разные, ну, то есть, этапы и подготовки, и восстановления. То есть, где-то больше на расслабление, где-то на укрепление. Ну, сейчас я больше скажу, что сейчас у меня этап и восстановления, и укрепления мышц. Но в то же время совсем расслабляться Ирина, конечно, не собирается. Ведь впереди у неё большой и серьёзный старт – летние Олимпийские игры. И после восстановления ей важно быть в тонусе, чтобы вновь покорять спортивные вершины. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Майами, Лас-Вегас и Дубай. Составлен рейтинг городов, где туристов больше, чем местных жителей. Кто ещё вошёл в этот список? Подробнее расскажем далее в мировых заголовках недели. Исполком Всемирного антидопингового агентства на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпиады и Чемпионаты мира. Решение было принято единогласно на заседании исполкома ВАДА в Швейцарии. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории. Решение пока не вступило в силу. Российская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию. Климатический саммит ООН завершился. Напомню, в Мадриде он проходил целых две недели. Известно, что лидеры стран Евросоюза достигли важного соглашения. Они постановили, что к 2050 году экономика ЕС станет климатически нейтральной, то есть совершенно не будет влиять на климат. Подпись под документом пока не поставила лишь Польша. Причины воздержания разъяснять не стала. В то же время участникам не удалось согласовать документ касательно отказа от использования атомной энергии. Поэтому каждая страна Евросоюза вправе самостоятельно определять, каким образом она намерена добывать энергию. Форбс назвал 100 самых влиятельных женщин года. Возглавила рейтинг девятый раз подряд канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место заняла экс-глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В топ попали несколько представительниц шоу-бизнеса. Телеведущая Опра Уинфри, певица Риана, поп-исполнительница Бьонси, актриса Рис Уизерспун, Греты Тунберг. Почетная последняя сотая. Составлен рейтинг городов, где туристов больше, чем жители. В первую строчку списка занял Майами. На 100 местных в нем приходится 1641 путешественник. Следом за лидером рейтинга идет Лас-Вегас, в котором туриста больше, чем местных жителей почти в 10 раз. На третий месте разместился Дубай. В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов концентрация составляет примерно 6 к 1. Следом идет шотландский Эденбург и столица Ирландии Дублин. В этих городах на 100 человек местного населения приходится в 4 раза больше приезжих. В топ-10 также вошли Гонконг, Сан-Франциско, Вена, Сингапур и Вашингтон. Искусство, вдохновленное инженерной мыслью и передовыми идеями 19 века. В художественном музее работает выставка ручной работы в стиле стимпанк. Реалистичные персонажи, невероятная детализация и натуральные материалы. Все секреты создания кукольного шедевра узнала наша съемочная группа. Каждая фигура – уникальный персонаж со своей эмоцией, характером и историей. Эти авторские игрушки в стиле стимпанк сочетают в себе пластику и механику. Для создания кукол мастер Сергей Дроздов использует запекаемую полимерную глину и набивной текстиль. Сам же процесс перевоплощения материала в готовый продукт небыстрый. На одно изделие уходит больше месяца, после чего произведение становится героями сказок, пиратами, воинами и рыцарями. На создание некоторых мужчину вдохновили и образы из кинематографа. Здесь есть работы, коллекция по «Бешеному Максу». Раньше была трилогия с Мэлом Гибсоном, когда-то сейчас австралийцы сделали, мне сейчас, наверное, года два назад, «Ярость дороги». Ждем продолжения. Вот там есть куклы и они продолжаются. Есть несколько кукол из серии рыцарские забавы. То мечи куются. Раньше на холодную ковку расковывали, а сейчас на горячую. То есть это разогревается. Опять же, я говорю, что лозунг мой маленький, оно настоящее. Игрушки Сергея Дроздова обладают съемными элементами. А все аксессуары созданы из настоящих материалов – кожи, дерева, ткани, стекла и железа. Например, у мини-машин даже есть двигатели. Оружие умеют стрелять. За искусно выполненные миниатюрные детали Сергей Дроздов получил награду на кукольном фестивале в Латвии в номинации «Лучшие аксессуары». В Бабыруйск же специалист привез полсотни работ. Их посетители выставки оценили сразу же и по достоинству. Это необычно, современно, в духе, наверное, сегодняшнего времени. Поэтому, конечно, впечатления очень интересные. И приглашу своих знакомых тоже. Я все эти вещи люблю. Очень интересно, да, очень такие. Причем, ну, они все такие изначально мне показались очень злые, но потом вроде они милые. Детализация. То есть, есть как бы такие мелкие детали, на которые не обращаешь внимания, но они делают образ каждой куклы. И она, каждая кукла особенная. Идеями 19 века мужчина увлекся еще в детстве. Интересовался различными шестеренками, механизмами и конструкциями. А затем захотел попробовать их оживить. Теперь же некоторые куклы-мастер окрасуются в частных коллекциях Беларуси, России, Латвии, Эстонии и Германии. К слову, любую из представленных на выставке в художественном музее игрожане тоже могут приобрести. Оценить мужской взгляд на искусство можно до 20 февраля. Мария Бересневич, Максим Галенко. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Образ ведущей создан благодаря салону красоты Beauty Lab на советской 83. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели.